всем здравствуйте это фэд фартхал и сегодня мы будем обозревать армию эльдар почти янда армия янда настроиться на больших яйцеголовых машинах убийства ну эдакие големчики големчики маленькие големчики большие в рейсгард армия характеризуется тем что в ней очень много моделей с высокой тофной и легко пережить мелкокалиберный огонь то есть болтеры лазганы это не сильно беспокоит эту армию основной костяк армии это в рейсгарды призрачная стража эти модели таскают с собой огромные призрачные пушки с десятой силой что на ближней дистанции сметают все что угодно своем пути командует парадом спирит сир этот цикл является ключевым при создании армии так как переводит в раздел трубцы отряды в рейсгардов и в рейсблайдов помимо всего прочего этот мощный псайкер имеет примарис спелл позволяющий раздать потрясающее правило battle фокус на все ваши в рейс юниты в 12 дюйм от кастующего эта способность будет ключевой в армии и ее касс необходимо упростить для чего спирит сиру выдан особый камень души понижающий сложность психосил на один варп чардж также этот персонаж безумно маневрен за счет крыла позволяющего оказаться на другом конце стола это поможет контролем точек и своевременным уходом из-под угрозы в рейсгарды основной отряд прессинга и контроля точек в центре стола шестая стойкость позволяет игнорировать множество угроз а призрачные пушки имеют одни из самых мощных параметров в игре отряд предназначен для уничтожения любых целей за исключением дешевых орд важно иметь грамотно пользоваться зовом сумерек спирит сира это позволит двигать ваших рейсгардов в элементах возблока и представлять при этом угрозу оппонента создавая мертвую зону в 24 дюймов вокруг отряда джетбайки отвечают за маневренный скоринг и динай объектов когда надо могут пожертвовать собой в следовании допущения скоринга оппонента третий соист может поспособствовать этому оснащены шарикеновой пушкой способен нанести вред легкому транспорту огненные драконы отряд истребителей танков в первую очередь мельты battle focus fleet мельта бомбы все это прекрасно подходит для уничтожения техники оппонента и последующего ухода из-под огня отряд не обладает стойкостью призрачной стражи и потому ему необходим транспорт в нашем ростере они перемещаются в соколе боевом танке для увеличения вариативности ответа на любые угрозы экзарх оснащен тяжелым огнеметом это поможет найти достойный ответ на большие значения спас броска за укрытие у слабобронированных юнитов в первую очередь отряд должен обратить внимание на дальние точки соперника так как гравитационный танк позволяет навязывать свои условия при трессинге сокол основной боевой танк эльдар эта машина в целом проигрывает волновой змее как транспорт и как огневая платформа в широком диапазоне но до сих пор может представлять хорошую угрозу для средних танков противника и для тяжелобронированной пехоты или монстров именно за эти свойства и взят в ростер шестиместный ветеран эльдарской армии его начинка в нашем ростере огненные драконы танк оснащен защитными полями увеличивающими спас бросок за укрытие и световым копьем дополняющим арсенал выстрелов восьмой силы и вторым армор пирсингом в рейс лорд культовый юнит эльдар сейчас представляет собой бледную тень в рейс найта однако имеет ряд весомых преимуществ первое он персонаж не может войти в челлендж что противодействует прячущимся персонажем с опасным вооружением второе рублевый пиолет два лорда обойдутся дешевле одного в рейс найта а на деле вы получаете две потрясающе красивые модели которые до сих пор хорошо играют на мелкий формат третье огнеметы в рейс лорде оснащены двумя огнеметами что с правилом battle focus может очень сильно повлиять на баланс сил особенно в игре с орками или тиранидами этот монстр имеет восьмую стойкость что позволяет побыть немножко за рыбноутом и не обращать внимание на большинство угроз в нашем случае в рейс лорде оснащены световыми копьями чтобы создать угрозу бронированным целям на расстоянии пока сами лорды приближаются ближнему бою и не чувствуешь себя гораздо комфортнее ростер недоянда на опирается на магию в первую очередь потому как эти здоровые парни в рейс лорды они могут отлично защищаться и атаковать используя этого юнита спирит сира спирит сир способен раздать им battle focus посредством своего спыла зов сумерек единственный минус этой армии это нехватка маневра маневра здесь действительно очень мало все наши юниты передвигаются на 6 дюймов потому мы разбавили эту концепцию небольшими подразделениями байкеров эльдар и маневренным гравитационным танком эта армия лучше всего играет на нормальном гв-шном столе наполненным зданиями лос-блоками не на голом поле потому что основное правило которое раздается перед сирп а это battle focus благодаря своему спылу она может быть активно и эффективно использована только на полноценном столе с кучей террейна тогда эта армия действительно может добираться до оппонента рвать просто в клочья его играйте на хороших столах эту армию легко собрать моделей в ней не очень много она неприхотлива ей довольно интересно играть во всяком случае если вы новичок вы не обосрётесь никак всем удачи всем пока и